итак добрый день дорогие друзья записываю сегодня видео еще раз на канале рхт она будет называться анти пропаганда и установление фашистской диктатуры в россии надо понимать что фашизм это не только ненависть ненависть это не только идеология но это еще и форма государственного строя нас сегодня интересует фашизм в россии как форма государственного строя вот рассмотрим отличительные черты фашизма тем чем определяется фашистское государство именно да от других всех остальных от просто других там капиталистических государств как у нас говорили там государств рыночной экономикой вот что их именно отличает от фашизма и чем именно фашизм отличается от них фашизм отличается формированием правящего класса то есть отсутствие выборов если выборы не проводятся или выборы проводятся формально значит сформировался правящий класс потому что в демократических государствах институт выборов существует для того чтобы не допустить не допустить формирование правящего класса и если выборы каждые четыре года не проводится или проводится формально фиктивно значит сложился правящий класс значит уже нарастает угроза фашизма скорее всего это уже фашизм так фашизм это еще вторая классификация это диктатура крупного капитала олигархат управляет государством фашистскими методами руками силовиков репрессивная форма управления государством то есть основанная на полицейщине узнаете российскую федерацию да третье это монополия корпораций почему вся россия подделена на госкорпорации вот монополия корпораций это третья черта фашизма фашистского государства фашизма как уст государственного устройства вот рассмотрим как что с положила основу фашизма в россии это конечно же олигархат олигархи которые там говорят что они не с путиным знаете это раздувается шнырями вот этих олигархов да которые хотят быть легитимными на западе ничего подобного этих тварей надо там отлавливать вводить санкции я бы их вообще отстрелил грубо говоря но я понимаю что так нельзя делать но по крайней мере санкции против них всех надо против фридмана в первую очередь который там пытается от санкции сейчас от масса в первую очередь против фридмана надо засадить эти санкции в очень жестком варианте этот олигархат сложился в россии во время залоговых аукционов когда кучка грубо говоря жуликов в россии стала олигархами за счет того что они раскупили всю государственную собственность все крупнейшие предприятия на залоговых аукционах путем преступного сговора потому что был устный сговор и на основании этого сговора они распродали все имущество приобретя его на государственные деньги же в свою собственность они сейчас говорят много-много всяких причин отмазок там в том числе ходорковский в интервью дудя ну он сам не понимать что он все грубо говоря смертный приговор подписал он там выкручивался выкручивался в конце концов он себе подписал сам смертный приговор грубо говоря ходорковский он расписался в том что он жулик в том что он делал участвовал там в распродаже и в приобретении государственной собственности жульническим путем потом же когда начались выборы они применили грязные технологии грязные технологии грязные политтехнологии и путем этого они фактически дискредитировали выборы грубо говоря выборы ним не были честными да они собственно говоря вообще выборами не были это так было просто уже формальность понимаете за применение грязных политтехнологий в любом государстве предусмотрено уголовное наказание как незаконный приход к власти и удержание власти также как уголовное наказание предусмотрено за мошенническое вот это вот приобретение на залоговых аукционах это тоже преступный сговор это тоже такое же преступление за него они обязаны понести уголовное именно наказание это два но в третьих они начали после этого вообще устраивать государство под себя правильно они же сразу же начали создавать правящий класс они начали создавать рабочие такую даже не класса касту рабочих из которых люди не фактически не могли выйти они сделали для них высшее образование недоступным они сделали высшее образование узкопрофильным без гуманитарной составляющей там не изучались в полном объеме не социология не правоведение не обществоведение не общество знания то есть не культурологии ну и вообще вот эти все предметы гуманитарные фактически ну никак они не изучались соответственно и как бы не было составляющей нравственной понимаете в людей то есть это если они были технари то они только техно и технические дисциплины изучали а гуманитарные фактически не были были для них недоступны вот они ввели сетку этих егэ сетку пфр фактически отсев учеников после девятых классов именно вот в эти вот пту там грубо говоря в колледже вот это создание такого раба рабочего класса быдло такого рабочих муравьев это делалось все умышленно там они умышленно обеззубили совершенно антимонопольную службу они обеззубили совершенно трудовую инспекцию не фактически уничтожили восьмичасовой рабочий день гарантированной конституции то есть люди фактически нигде у нас кроме там учителей еще чиновников там никто не работает по 8 часов везде на производствах везде в торговых сетях везде в там в транспортных компаниях в охранных агентствах везде люди простые люди где работают рабочие они перерабатывают по 20 по 24 часа по 48 часов оттуда же некоторые больше особенно охранники это недопустимо вот от этого идут непроизвольные выстрелы там да на охранных предприятиях потому что люди уже обезумевшие там недосыпок который перестают адекватно воспринимать реальность применяет оружие неправомерно потом получается так что автобусы падают там фонтанки всякие там до происходит там столкновение на дорогах это все из-за того что водители сидят там по 20 часов за рулем не спят не едят толком ничего не делают они просто устают они просто теряют связь реальность вот видите как любит глушат просто глушат в наглую фсбшнички как бы не дремлют они все время гадят подслушивают вынюхивают но они превратились из фсб в ищеек в охрану фашистского режима это тоже было нельзя допусти это недопустимо было делать но вот у них проводились лекции которые не должны были проводиться лекции эти постоянные лекции 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 фсб которые грубо говоря настраивали выявляли вот этих лояльных и отсеивали не лояльных таких как литвиненко да там которые про это очень много говорил что лекции эти грубо говоря ломает систему фсб то они вообще не должны были туда никаких лекций там читать это не то место где надо было читать такие лекции понимаете вот поэтому они фсб превратили в собственную охранку поэтому правоохранительная система у нас не охраняет ни граждан ни государства она охраняет систему система охраняет сама себя она не охраняет государства не охраняет граждан что крокус наглядно показал что люди абсолютно никому были не нужны там кинуты брошены расстреляны просто так а правоохранительные органы приехали через полтора часа после того как террористы все спокойно ушли оттуда вот и все и также это же повсеместно понимаете полицию этих ментов же их не дождешься убивать будут они не придут бесполезно будут говорить в заявлении будете писать нет не будет ну все мы приедем какое заявление вам сообщает о факте преступления вы должны отреагировать оперативно но граждан вот эта система не защищает эта система защищает фашистских олигархов больше ничего то же самое что у нас в ланды происходит на самом торчит на севере там охраняет нефрит до бодрину а собор торчит тунки целыми днями круглосуточно как на работу ходит за это естественно министр там получает большие от этих вот корпораций напрямую вот она и получается что система охраняет олигархов путин пришел к власти он ничего не поменял все уже до путина было сделано ограничение всех людей всех прав уже было при путина при олигархах то есть запретом на собрании митинги там то все он просто немножко гайки закрутил там вел там уголовные сроки административный жесткий штраф и все а то что митинги там согласовательный характер должны были носить они предупредительный уведомительный это уже было заложено при олигархах вот все поэтому-то олигархат и еще сделал так что россия вся она была прожжена прожжавела прожжена коррупции сверху донизу потому что это очень удобно было же они все суды и скупили и подкупили так что уже судьи объективных то фактически не было никаких вот до ареста ходорковского грубо говоря страной правили олигархи а вот ареста ходорковского уже вот с изгнанием березовского и последующим убийством уже фактически путинский режим вступил в силу это такая веха потому что как бы путин то раньше был он такой серой мышью при олигархах его же взяли как серый муж даже анекдот так и было владимир владимирович там что будем решать по этому вопросу вы опять сопли жуете иногда говорит лучше жевать чем говорит вот такой был путин раньше а сейчас он стал совершенно другим потому что он стал устанавливать свою диктатуру сам лично то есть олигархат хотел управлять но он управлял долгое время россии фашистскими методами руками силовиков но потом силовики отодвинули олигархат подвинули и сами стали олигархами сейчас правда там идет борьба кланов где вот эти вот фсбшники сейчас лопатят армейскую структуру всю армию армейское руководство них там по плану говорят 30 генералов они должны были по период по переарестовать наверное я так думаю генералитет военный он тоже чем-нибудь ответит что будет дальше творится стране посмотрим ну ладно дорогие друзья